Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ольга Алексеева. Сегодня члены Кабинета министров внесли поправки в бюджет. Это четвертое по счету уточнение параметров республиканской казны за год, куда планируют направить дополнительные средства. Доходная база региональной казны пошла в рост. С начала этого года в бюджет республики поступило свыше 57 миллиардов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что среди ключевых статей расходов реализация национальных проектов. С федеральным центром мы эффективное взаимодействие выстроили и на выполнение мероприятий всех региональных проектов средства получаем без сбоев. Вот это очень важно. Поэтому есть там отдельные вопросы по главным распределительным средствам. То, что вы не своевременно перечисляете подрядчикам, здесь надо в ручном режиме управлять. Из вновь поступившего в бюджет миллиарда треть направят на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Большую долю расходов предусмотрели и на развитие образования. С учетом уточнения расходов в текущем году по данному направлению составит 2 миллиарда 914 миллионов рублей. С ростом к уровню прошлого года на 40 процентов. На развитие культуры при текущем уточнении направляется дополнительно 51 миллион рублей. С учетом которых расходы в отрасли составят 1,6 миллиарда рублей. Рост на 3,2 процента. Собственные доходы бюджета тоже увеличиваются. Многомиллионные суммы в региональной казне налоги предприятий. Глава региона отметил, что сейчас большие перспективы открываются перед машиностроительным комплексом. Так продолжает расти объем заказов в концерне тракторные заводы. Активы первые на трансмашхолдингу. На сегодняшний день трансмашхолдинг заказывает соответствующие товары на этих площадках. Все площадки они работают. И на регионом заводе практически там для 1700 работающих. И динамика зарплаты с ростом. Касаясь промышленного производства по итогам 10 месяцев 104,8 процента. Это хорошая динамика. Объем отгруженной продукции составил 210 миллиардов рублей, что составляет 117,5 процента к соответствующему периоду прошлого года. Среди проблемных вопросов неучтенная заработная плата в конвертах без НДФЛ. Отдельные работодатели оформляют как услуги, соответственно, когда нанимают людей, люди на это идут, потом споры разные начинают. Глава региона поручил наладить тотальный контроль за рынком труда. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. Ситуация вокруг Чувашки и Промбанка остается в центре внимания. Всю прошлую неделю шли переговоры и консультации. С кладчиками встречались члены правительства Чувашии и проводились круглые столы. Отвечал на вопросы жителей и глава республики во время прямой линии на телевидении на пресс-конференции с журналистами. В субботу к процессу подключились новые участники. Как сказал депутат Анатолий Аксаков, приехал он по многочисленным просьбам вкладчиков. Куда они делись – вопрос. Тот же зал в ДК Ухсая накануне выглядел совсем иначе. В субботу, похоже, немногочисленные зрители собрались, чтобы задать достаточно жесткие вопросы. Ситуация еще ваш кредит Промбанком, она была не сегодня и не вчера, как видно из всех выступлений, а год назад. У меня вопрос, почему вы, Анатолий Геннадьевич, не помогли своим землякам раньше, тем же предприятиям ЖКХ, которые хранят там средства? Где вы были? Не встретились с нами? По балансу активы превышают обязательства банка. Причем на приличную сумму, на 400 миллионов рублей. Поэтому, а все остальное я не могу узнать, потому что есть законы, которые запрещают знать банковскую тайну и в нее влезать. Вообще, слово «почему» было самым употребляемым на этой встрече. Почему вопрос ставится так? Либо банкротство, либо принудительная ликвидация. Почему вопрос не выставляется в том ракурсе, чтобы финансово оздоровить? Те деньги, которые свыше 1,4 миллиона, они получаются заморожены на неопределенный срок, а с этих денег придется платить налог. Нельзя ли на уровне Чувашской республики и на уровне федерального бюджета продумать с налоговой инспекцией этот момент как-то так, чтобы не освободить от уплаты этих налогов, а до разрешения всей ситуации, чтобы приостановили взыскание? Потому что в феврале судебные приставы исполнительные придут взыскивать эти налоги. Хороший вопрос. Честно говоря, я его первый раз слышу. Самыми незащищенными в этой ситуации оказались предприятия ЖКХ и товарищество собственников жилья, которые на счетах хранили платежи, предназначенные для оплаты коммуналки и проведения капремонта домов. Они свои средства смогут получить лишь в третью очередь, после того, как рассчитаются со всеми вкладчиками банка предпринимателями. 24 января Минфин подготовил проект в Госдуму о том, чтобы включить ТСЖ, садоводческие товарищества в ту же очередь, где находятся вкладчики и где находятся юридические лица, малый и средний бизнес и ИП. Почему до сих пор этот закон не принят? У меня вопрос. 24 или 21 июня какие-то движения были по этому законопроекту. И опять он отложен. В чем вопрос? Почему мы сейчас остались у разбитого корыта? Пока документ дойдет до голосования, много воды утечет в переносном и прямом смысле. Под удар поставлены простые жители нашего города в области ЖКХ. Эти проблемы накапливаются как снежный ком. То есть уже сегодня нам выставили требования предприятия, ресурсоснабжающие организации, а платить нам нечем. У нас на счетах, то есть счета заблокированы. Единственный, кто предложил действующую на сегодня схему, был председатель правительства Иван Моторин. Есть сложность, да, у вас счета заблокированы, соответственно, если там собраны суммы, у вас есть сложности в текущих платежах, да, ну, по крайней мере, текущего месяца. Готовы с администрацией городов собраться, посмотреть, что можно, там, рассрочить, как ты платешь, еще какие-то действия сделать. По этому направлению готовы отработать совместно с Министерством строительства и с администрацией городов. Ну, как я уже сказал, наиболее пострадавшие вот предприятия ЖКХ и управляющие компании ТСЖ. Непростая ситуация в Чувашкредитпромбанке сложилась не за один день. Глава республики, правительство Чувашии неоднократно высказывали в адрес Центробанка России свои опасения по поводу платежной дисциплины. И сейчас, сразу после отзыва лицензии, органы власти оперативно предприняли ряд шагов, чтобы поддержать вкладчиков. Отдельные же депутаты пока дают ни к чему не обязывающие обещания. Вероятно, это поняли и сами вкладчики, большинство которых так и не пришли навстречу. Пострадавшим вкладчикам Чувашкредитпромбанка поддержку окажут в региональном отделении Ростельхозбанка. Сегодня специалисты начали принимать заявления и перечислять первые страховые выплаты. Всего у нас в 11 точках организованного выплата. Это в том числе 3 точки будет в городе. Создан у нас электронный сайт для регистрации заявок. На 8 утра было где-то примерно 50 заявок уже поступило. Кроме того, выделены 4 номера горячей линии по телефону, куда тоже может любой вкладчик позвонить и зарегистрируется, записаться на определенное время. И также по живой очереди. На утро сегодня где-то в 8 часов порядка 6-7 человек было. Никакого столпотворения нет. Все в порядке. В штатном режиме. Работа налажена. Специалисты работают. Я думаю, что все будет нормально, все хорошо. К работе готово. Если будут люди, не успели в 18.00, я прошу продлить рабочий день банка. Министерство сельского хозяйства Чувашии продолжает отбор проектов инициативного бюджетирования на следующий год. Итоги будут подведены уже в декабре. Эта программа в республике становится все более востребованной. Только в этом году в муниципалитетах региона будет реализовано свыше 600 проектов. Объем финансирования вырос в 6 раз. На каждый рубль, вложенный жителями, 4 направляют из бюджета региона. Чаще всего поступают заявки на благоустройство дворов и ремонт объектов коммунального хозяйства. Практическая реализация данного механизма показала, что этот перечень не должен быть закрытым. Он должен постраиваться под запросы заявки наших свечан. Так, в текущем году по просьбам муниципальных районов были добавлены проекты по обустройству противопожарных водоемов, а также по их очистке. По обращениям граждан в этом же году было отменено ограничение, что на конкурсный отбор от одного поселения может подаваться только одна заявка. Теперь ограничений по количеству проектов нет, существует ограничение по суммарной стоимости проектов не более 5 миллионов рублей. Кроме того, мы планируем для проведения конкурсного отбора на 2020 год предварительно согласовать конкурсные заявки с отраслевыми министерствами по курируемым направлениям. Ежегодно в целях повышения эффективности реализации инициативного бюджетирования конкурсный отбор на очередной финансовый год проводится в декабре предыдущего года. Это позволяет муниципальным районам проводить аукционы по отбору подрядчиков уже в январе-феврале. Когда люди сами вкладывают за счет своего семейного бюджета, предприниматели вкладывают, отдельные предприниматели там миллионы даже вкладывают, их надо, как бы сказать, демонстрировать, показывать. Также глава Чувашии поручил сформировать единый реестр типовых проектов и опубликовать его на официальном портале органов власти. В Чувашии прошел Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. С 2005 года в 3 воскресенье ноября вспоминают погибших в авариях. Так организаторы напоминают, что правила дорожного движения нужно соблюдать беспрекословно, ведь пишутся они кровью. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чьи дома свертел. Во Всемирный день памяти жертв ДТП юные инспекторы дорожного движения собрались на площади республики в Чебоксарах. Пришли они с плакатами, на которых имена реальных людей, погибших в авариях. Ребята вместе с представителями автошколы, сотрудниками госавтоинспекции напомнили молодым водителям о безопасности на дорогах. В храмах Чувашии прошли панихиды по жертвам ДТП и акция «Свеча памяти». Политические горизонты 2019. Чебоксары приняли первый межрегиональный съезд молодых парламентарьев. Самые активные молодежь из 13 регионов Приволжского федерального округа обсудили с Михаилом Игнатьевым актуальные вопросы. Инициатором встречи выступил молодежный парламент при Чебоксарском городском собрании депутатов. Общение главы в режиме свободного микрофона с молодыми политиками прошло, как говорится, на одном дыхании. Вы делаете великое дело, и вы вовлечены по своим интересам в эту такую творческую работу. Начинать менять мир нужно себя, когда ты не только обозначаешь проблему, но и находишь пути ее решения – это и есть личная ответственность. Гражданское общество выстраивается во многом благодаря таким неравнодушным людям, считает глава Чувашии. Иногда не экономическими мерами решается та или иная проблема, а именно воздействие, разговоры с людьми, когда ты своим личным участием поддерживаешь людей. Вот это, наверное, впечатлило. Прямой диалог с властью, говорят парламентарии, дает возможность примерить на себя не только деловой галстук, но и оценить собственные возможности. Этот форум должен дать молодежи мотивационный заряд, чтобы приехать к себе в регион и понимать, что еще очень много проблем не решено. Это дает стимул, это дает заряд, это самое главное. Молодежи очень важно чувствовать, что ее поддерживают. Если это на самом деле дает вам дополнительную инициативу и вовлеченность в молодежи, молодежь мы верили, верим и будем верить, то возьмите будущее России Чувашии в свои руки. 14 молодежных парламентов в стране обладают правом законодательной инициативы. Участники съезда выступили с предложением наделить таким правом и молодежный парламент Чувашии. Нам необходимо тесно с молодежью работать, у них много идей, рациональных идей. Необходимо с молодежью заниматься, им нужно больше времени уделять. Им необходимо представлять такие площадки, где они могут самореализоваться. Профориентация школьников, поддержка молодых специалистов, сохранение национальной культуры и родного языка. Молодые парламентарии с увлечением говорили о том, что им интересно. Обсуждение продолжилось в Доме дружбы народов. Говорили об успешных примерах реализации региональных программ и о том, что нуждаются в улучшении. Для нашего региона перенимать опыт повышения уровня жизни муниципальных районов, рекультивации мусора, уборки мусора, чтобы город и мой регион становились чище, лучше. Так же, как и в республике Чуваш и городе Чебоксаров, очень правильный подход у правительства, республики в данной сфере. И еще об одной важной инициативе, прозвучавшей на съезде. Вся страна готовится отметить 75-летие со Дня Победы. Ребята планируют организовать в регионах ПФЛ исторический тест, чтобы понять, что мы помним, что для нас ценно. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Бахтияр Велиев, Республика. 17 ноября по всей стране чествовали участковых, уполномоченных полиции. Свой профессиональный праздник они встретили на посту. Моя коллега Юлия Важенина провела рабочий день с единственной девушкой в столичном участковом отделе полиции номер 5 Анастасией Ехаткиной. Утро Анастасии Ехаткиной, как и любого участкового, начинается с планерки. Здесь они получают задачи на целый день. У каждого участкового есть закрепленный за ним участок. 12 жилых домов, 30 торговых точек, 2 детсада и более 6 тысяч горожан владения Анастасией Ехаткиной. Каждый день она обходит свой административный участок, проверяет, все ли в порядке. За время работы Анастасия заслужила доверие горожан. Много жильцов обращаются к ней за помощью. Чаще всего обращаются по поводу семейного насилия, то, что происходит бытовое насилие в доме. Либо муж наносит побои жене, либо бывают такие случаи, когда и жена наносит побои. Стараемся разрешать их. Естественно, ставится данная семья на контроль. За такие семьи Анастасия особенно переживает. Старается лишний раз встретиться, поговорить. Профилактики подходят неформально. На участке она работает уже два года. Признается, что носить форму мечтала с детства. Хотя сразу пойти на передовую она не решилась и начала с канцелярии. Но быстро поняла, что сидеть с бумажками ей скучно. Сейчас Анастасия один из лучших сотрудников отдела. Общаться с людьми, да, можно везде. Но, как говорят участковые, от слова участие. Поэтому мы участвуем в жизни граждан. Мы должны помогать им. Среди участковых, уполномоченных пятого отдела полиции, Анастасия единственная девушка. И, по ее словам, главной задачей было не упасть в грязь лицом. Работать так, чтобы не было стыдно за себя. И Анастасия задачей справилась. Служба участковых, она ассоциируется, получается, с мужчинами. Потому что работа сложная, непростая работа, неспокойная. Но Анастасия Андреевна справляется на полном объеме. И молодец она. Видно по ней, что она очень такой ответственный сотрудник. Она душой переживает за работу. И, честно говоря, побольше бы таких людей. И порядка было больше бы. Как справиться со сложной работой и не приносить домой негатив? Секрет Анастасии Ехаткиной – оставлять работу в сценах участка и переключаться на любимые занятия – готовку и вышивание. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Лучшие голоса мира на чувашской сцене. В Чебоксарах открылся 29-й международный оперный фестиваль имени народного артиста СССР Максима Михайлова. Первый вечер ознаменовался премьерой оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. «Царская невеста» – одна из самых популярных опер в мировой классике. В основе сюжета – поиски третьей жены царем Иваном Грозным. Его выбор падает на дворянскую дочку Марфу Собакину, уже влюбленную в боярина Ивана Лыкова. Развязка любовной интриги неминуемо трагична. Первое представление оперы состоялось в 1889 году в одном из московских театров. Прошло уже более ста лет, но «Царская невеста» продолжает покорять зрителя. Артистичное исполнение известных арий возвращает нас в далекое прошлое. Итак, фестиваль у Дан Старт. Впереди поклонников оперного искусства ждут незабываемые вечера, наполненные высокой музыкой. Чебоксары в очередной раз приняли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. В центре маунтинбайка собрались сильнейшие команды страны. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике чебоксары принимают в 11-й раз. Но если в прошлом году на уровне страны у нас соревновались только спортсмены 8-10 лет, то в этот раз все возрастные категории. У нас 150 команд, свыше 1000 участников проводят в прекрасном зале. Когда проводятся такие большие массовые мероприятия, привлекается сюда больше спортсменов, развивается уровень наших спортсменов. Потому что чем больше мы выступаем и конкурируемся с другими спортсменами со всей страны, а это лучшие команды страны приехали, тем более они приехали после чемпионата мира, который был сейчас в Амстердаме. Для нас это большая честь. Максимальный балл, который может набрать команда – десятка. Для этого спортсмены должны быть техничными, точно и синхронно исполнять все элементы. У нас 5 судей, они оценивают как технику, так и артистизм. Судя у нас также с различных субъектов Российской Федерации. По результатам соревнований сборная «Чувашия» взяла 13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. Пыга Пырочкина, Ирина Волкова, Павел Рядков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok